Наша поездка была бы далеко не столь насыщенной без поддержки компании ВМП Авто, среди множества продуктов которой есть новинка – Валера. Проникающая смазка с уникальными свойствами, эффективно преобразующая ржавчину и заменяющая целые серии аналогичных продуктов. Прикипела? Есть Валера! В предыдущей серии Dream Road Японии мы закончили прогулку по Honda Collection Hall, пройдя по залам авто- и мотоспортивной славы, зашли на трассу Твинринг-Мотеги, где наш коптер чуть не сбили боевые ворона, и с приключениями кое-как добрались домой. Сегодня же нас ждет официальный визит на заводы в музей компании Subaru, а также мы немного погуляем по Токи и увидим великолепный закат страны восходящего солнца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, господа, доброе утро! У нас очередная поездка. Как я вчера и говорил, едем в музей Subaru. Хотелось бы сказать огромное спасибо Subaru России и Subaru Японии за то, что они организовали нам доступ в относительно закрытый музей, туда довольно тяжело попасть, а также экскурсию на завод. К сожалению, экскурсии на завод, во время экскурсии на завод снимать нельзя, а в музей обязательно поснимаем. Там тоже есть некоторые сложности, но надеюсь, что мы их преодолеем. Короче, все у нас хорошо. Едем мы на электричке и скоро уйдем в Subaru. Приехав в городок Отто в сотни километров от Токио, сразу понимаешь, кто здесь главный. На улицах куча Subaru, а на всех телевизорах, например, на вокзале, крутится реклама бренда. Добравшись до музея, прям при входе наш провожатый Игорь внезапно рассмеялся. И вот почему. Честно, было приятно. К сожалению, в силу определенных причин, о которых я скажу позже, до выхода из музея вас будет сопровождать лишь мой закадровый голос. У нас физически не было времени снимать живые вставки. Тем не менее, поехали. Далекий 1917 год. В России бушует революция, а в Японии предприниматель по имени Тихукей Накодзима и офицер-кораблестроитель Сейбэй Каваниси, которые мечтали о небе с момента полета в братья Фрайт, создают авиационную исследовательскую лабораторию. Из-за разногласий партнеров Каваниси вскоре уходит, а Накодзима создает фирму под названием «Самолеты Накодзима», к 1931-му представляющую себя весьма серьезную корпорацию из целого комплекса заводов по производству самолетов и моторов для них. Вторая мировая война, разумеется, внесла свои коррективы. Японии было запрещено производить военную технику, а боевые самолеты составляли большой процент производства. Встал вопрос, что же делать с немалыми мощностями вставших заводок. Компания превратилась в Fujisania Limited и попробовала свои силы в производстве мотороллеров и кузовов для автобусов. Пробой пера в 1946-м стал первый японский мотороллер «Кролик» или «Рэббит С1». Интересно то, что в его производстве были использованы колеса, оставшиеся от производства самолет. Фото на конверсии. Мотороллер имел колоссальный успех, и несмотря на то, что последний «Кролик» сбежал с конвейера в 1968-м, он до сих пор популярен в Японии, являясь эдаким символом ностальгии. К 1950-му, согласно закону антизаебацу, ну это что-то вроде антимонопольного, корпорация рассыпалась на 12 разных компаний, которые до этого существовали совместно. Но пять остались-таки вместе, и в 1953-м превратились в «Фуджи Хэви Индастрис». Кстати, была еще компания «Фуджи Пресижен Индастрис», превратившаяся в «Принц Мотор Компани», которая, в свою очередь, была поглощена Ниссаном. Да-да, господа, каждый Ниссан немного Субару, и наоборот. И не только из-за «Принца», но об этом уже в одной из следующих серий. Так вот, первый глава «Фуджи Хэви» Кэнди Кита был большим поклонником автомобиля, и было принято решение, что одно из подразделений займется созданием первого прототипа. Им в 1954-м стал «Пи-1» или «Субару 1500». Как и откуда название «Субару», Кэнди Кита считал, что японский автомобиль должен иметь японское имя. Он даже устроил конкурс на лучшее название, но ни одно его не устроило. В конце концов, он решил назвать авто в честь одного из любимых японцами с древних времен созвездия – «Плеяда». К тому же на японском его название многогранно, оно означает «Указующее пульт, собирающее вместе» или «Милое сердце». Крупносерийное производство модель 1500 не пошла, было сделано около 20 экземпляров, но авто имело большое значение для дальнейших разработок. Первым же серийным автомобилем «Субару» стал «Малыш 360», представленный 3 марта 1958. Это, кстати, первый оригинальный глиняный макет. Из-за насекомообразной внешности его прозвали «Божьей коровкой». Машинка производилась в течение 11 лет и была очень популярной в Японии. Кстати, обратите внимание, что вот эта машина леворульная. Да, с первой же модели «Субару» начали поставки в США. В 1961-м вышел небольшой грузовичок «Самбар» на агрегатах все той же «Субару 360». Он оказался очень кстати на узких японских улочках, потому что при минимальных размерах у него был очень вместительный кузов. Между прочим, модель, разумеется, с изменениями просуществовала на конвейере аж до 2012 года. В 1966-м появился первый полноразмерный автомобиль Fuji Heavy – «Субару 1000». Мало того, что модель стала первым японским переднеприводным авто, на ней же впервые была применена главная визитная карточка «Субару» – оппозитный двигатель. Его преимуществами стали по сравнению с рядными моторами низкий уровень вибраций, низкий центр масс и отличная развесовка. В начале 70-х же в компании начали экспериментировать и со второй визиткой – полным приводом. Вопреки известному мнению, что «Леона» стал первым массовым полноприводным легковым автомобилем, «Субару» обкатали эту идею вот на таком FF-1300 и лишь потом запустили «Леона». Между прочим, задолго до «Инпрезы» в начале 80-х «Субару» с моделью «Леона» уже участвовали в мировом раллийном первенстве в группе А, но без особых успехов. Руководил командой, кстати, будущий глава STI на риюке Косеке. На базе все того же «Леона» для американского и австралийского рынков был создан вот такой симпатичный пикап – «Субару Брат». Не забывали в компании о компактных автомобилях – 360 превратился в R2, а затем и в Rex. Но вместе с тем компания пробовала себя и на поприще люкс-класса. «Алсион», названный в честь самой яркой звезды «Плеяд» или «Эксти» для западных рынков, появился в 1985-м и впервые был презентован сначала на Западе и лишь потом у себя на Родине. Из-за своих стремительных очертаний машина была признана самой обтекаемой в мире. Ее наследницей в 1991-м стала «Субару SVX», красивая купе люкс-класса, чей дизайн создал Джарджетта Джуджар. Но, увы, на этом история люкс-купе у «Субару» закончилась. Между тем, другая история только начиналась. В 1989-м компания сделала свой первый шаг в мире двухлитровых автомобилей, создав «Легаси». Между прочим, именно эта машина, во-первых, породила японский бум на универсалы, во-вторых, установила рекорд средней скорости на расстоянии в 100 тысяч километров в 89-м, а еще это была первая модель, у которой была версия, доработанная свежесозданным подразделением STI. Но подождите, срали. Не поверите, в 90-е годы «Субару» участвовала не где-то там, а в «Формуле-1» с командой «Скудерия Колони», создав для них эксклюзивный 12-цилиндровый «Оппозит-ММ», но, увы, без особого успеха. В 1992-м же компания создала ту модель, которая стала ее лицом на долгие годы — «Импреза», созданная на базе компонентов «Легаси». Обычной «Импрезы» в музее не было, зато было кое-что покруче. Легендарная версия STI 22B, использовавшая все лучшее, что было у «Субару» на тот момент, и, наверное, самая красивая из всех. Выпустили ее в количестве всего вроде как 426 штук. 399 автомобилей, выделенных для продажи в Японии, при космической на тот момент цене в 5 миллионов йен были проданы за два дня. Возвращаясь к «Импрезе», с помощью STI ProDrive в следующем году модель выиграла первую гонку в мировом раллийном первенстве, а затем завоевала три подряд Кубка Конструкторов с 95 по 97, а также три чемпионских титула в личном зачете для Колина Макрея, Ричарда Бернса и Петера Сольберга, чем навсегда связала свое имя с ралли. Модель была столь популярной, что компания пошла даже вот на такие странные эксперименты. Нет, это не какая-то частная переделка, а заводская версия под названием «Субару Касабланка» для японских любителей ретро. В 94-м и STI, наконец, стали из сугубо гоночного подразделения публичным под брендом «Субару», выпустив самую мощную «Импрезу» в Ritz STI, а впоследствии выпускают топовые версии «Легаси» и «Форестера». Кстати, о «Форестере». Этой модели почему-то тоже в музее не было, но пару слов сказать о ней всяко стоит. Появилась она через небольшой промежуток времени после «Импрезы» и базировалась на ее компонентах, но была более джипообразной, если можно так сказать. Компания небезуспешно совместила лучшие из двух миров – внедорожного и легкового. Лично меня же всегда радовали именно STI-версии данной машинки. Это уж вообще, так сказать, и в пиры в мир, и в добрые люди. Хочешь – гоняй, хочешь – в лес на этом леснике – езжай. Вот примерно так в очень кратком варианте, столь же, увы, кратком, каким было наше посещение музея, выглядит история бренда в 20-м веке. В 21-м же компания обновляет свои бестселлеры, запускает новые модели и экспериментирует с гибридами, автопилотами, а также уделяет огромное внимание безопасности, как и полагается любому приличному автопроизводителю. Но вообще Subaru, наверное, из тех немногих фирм, что стараются не изменять своим корням. Как и полвека назад, их основа и фишка – полноприводные трансмиссии и оппозитные моторы. Хотя, конечно, они уже не читать тем самым первым агрегатом. Ну и компания по-прежнему гордится своим авиационным прошлым и настоящим, ведь они до сих пор занимаются производством различных компонентов для самолета. Может, это и правильно из года в год, как те же Porsche, спокойно продавливать свою линию, добавлять и расширять имеющиеся, а не метаться в поисках чего-то неизведанного. Правильно это или нет, покажет время. А пока пришло как раз это самое время собираться и направляться в сторону выхода. По окончанию визита нас не бросили на произвол судьбы и повели в Тру японский ресторан. Мы сошли с коллегами в настоящий японский ресторан. Витя ел что-то, что я точно есть не буду. Я, в общем, попробовал курицу с рисом. Все хорошо, все прекрасно. Я вот принесли, видите, с сашими. Я никогда его в жизни не люблю. Просто опять, что это настоящий японский сашими. Она нужна вкусная, почти. Трава, трава. А, вот тут просто нужно рыбу. Слушай, а с соусом вкусно? Прям вкусно. Я как настоящий ягодин, с его крупнейшим едят палочками, я ем гьюки. Витя, дай мне запереть. На самом деле, довольно-то не вкусно. А что, от гречки запустили? Нет. Хорошая? Я тебя не люблю. Да, кстати, господа, никогда в жизни не ел кофе. Не понимаю фонотилы. Умешь сметаны, только вот почти безвкусно. То есть, ну, оно такое, ну, никакой, что рыба, она без соуса никакая. Что кофе, без соуса, с соусом рыба вкусная, действительно. Ну, вот. Остается, что-то попробовать. Откусить кусочек. Меня вот. Еще что-нибудь съесть. Я не хочу натреть, но нормально. Удобно. В общем, если очень захочется, то есть национальная львовская еда. Перекусив и попрощавшись с нашими спутниками, мы отправились обратно в Токио. Ну что, господа, побывали мы в музее Субаро, побывали мы на производстве Субаро. По производству могу сказать, там снимать нельзя, но я думаю, это связано не с боязнью, что мы там что-то собрем, а с тем, что разрушатся мифы о каком-то производстве автомобилей в хирургических условиях и так далее. На самом деле, нет, там все хорошо, то есть я ничего такого сказать не могу, но просто это, ну, обычное производство. Там рабочие ходят, куча станков там работают, то есть вот такого, как там показывают, что там люди в белых халатах, там чуть ли не пинцетиками что-то там делают, конечно, такого не было. Нет, у нас, правда, было очень мало времени. Вообще, хочется сказать просто огромное спасибо России всем тем людям, которые передавали по цепочке нашу просьбу, Игоря, который нас сопровождал, огромное спасибо Смажену просто. Они сделали все, что могли. Единственное, что, поскольку мы, ну, не то чтобы в последний момент было слишком мало времени до визита, они не смогли нам сделать полноценную программу, как мы хотели. То есть они для нас провели стандартный тур, там, полуторачасовой, да, с которой на музей было отведено, там, максимум полчаса, в течение которых вот мы что-то там успели поснимать. И то нас впихнули между группами. Добравшись до японской столицы, мы не теряя времени пошли гулять. Причем не только по достопримечательностям. Субтитры сделал DimaTorzok Я вот не перестаю удивляться чистоте. То есть вот вы посмотрите, это обычный живой дом. Ни надписи, ничего, все намыто, все начищено. Максимум вот листики валяются, цветочки. У нас бы здесь обязательно было написано три русских буквы где-нибудь. Здесь был Вася, здесь был Валера. Мы сейчас идем по совершенно нетуристическим местам, где-то по каким-то закоулкам шаримся. И тем не менее, вот домик. Это, кстати, частный дом, как я понимаю. Как нам рассказывал Игорь, который нас встречал, вот у него что-то подобное. То есть дом в городе, но без участка. То есть Токио, он состоит далеко не только из небоскребов, я бы сказал, вообще не особо-то из небоскребов. Тут гораздо больше вот такого вот. Вот мы идем и обсуждаем, какие охрененные все-таки в Японии дороги. Ну вот в самой глубинке там бывают, попадаются там, ну прям, не совсем идеальные. Но тут буквально чуть ближе в центр, и все, пипец. Вот обратите внимание, вот мы идем по дороге. Посмотрите, какая разметка. Посмотрите, какой асфальт. Вот здесь вот, вот никаких стыков, ничего нет. То же самое, люк, никаких стыков, разметка. В этом плане, конечно, тут очень прикольно. И на тротуарах такая же идеальная чистота. Вот он запрет на курение плюс суровое наказание за выброс мусора в действии, при том, что урн на улицах практически нет. За разглядыванием таких стекулочек мы подошли к телебашне Sky 3 как раз в тот момент, чтобы полюбоваться закатом, а затем и ночным Токио. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, мы с Валерием Александровичем и Виктором Михайловичем только что застали зрелище, которое не каждому дается увидеть. Мы увидели закат солнца с Tokyo Sky 3. Это самая высокая телебашня в мире и вообще второе по высоте здание в мире. Самая высокая – это вот Шкалифан. Ну, можно сказать, красиво. Но на башне мы в итоге немного подзастряли. Не из-за большого количества народа, но удивления очередей практически не было, а из-за того, что Токио и после заката очень красив. Просидев, любуясь потрясающими видами порядка пары часов, мы, наконец, отправились в отель. Ну что, господа, представляем вашему вниманию очередную серию вечерних посиделок с Валерой и пожирания непонятных вещей в непонятных мастерах. Так, я сегодня, честно, я не стал извращаться. Я взял вот такую вот штуку. Тут, судя по всему, кляр, курица, ветчина, сыр, макароны зачем-то. Мы вчера остались. Да, с очень важным дням. Рис и какая-то белая хрень и соус еще. Виктор Михайлович решил извращаться. Хотя тоже ты особо не извращался. Ну тоже, какие-то, кляре какое-то мясо. Вот что вот это, я понятия не имею. Вот что вот это, какие-то овощи. Ладно, тут какие-то овощи, тут какой-то кусок шашлыка, судя по всему. Ну и рис с норик. Это морские водоросли. О, тут еще рыба. Жай. Хренажно. Какие-то комплексные обеды прям за, сколько там, 200 ян, за 250 рублей. Вкусно. А думаешь, это едят? Нет, это пластик. Уже действительно шашлык. А тут шашлык? Ну, вернее, по-моему, курица. Что это за белая хрень? Я тебе, я не знаю, что это. А ну даже... Это хрень похожа по вкусу на картошку. Игорь Николаевич, единственный человек... Это картошка. Это картофельное пюре. Громадная порция... Это картофельное пюре, господа. Нахрена, интересно, три гарнира классе, причем в таких количествах. Валерий Александрович, вы ничего не хотите, нет? Ну, как хотите. Ладно, с этим все понятно. Давай дальше. Что ты купил? Да я открою, не бойся, я не отниму твою булочку. Ну ты ее сожрешь. Да где ты... Вы знаете, ребят, всегда еще ножку и какой-то галлюциногенный гриб на жаре. Что дают? Там, по-моему, это отбитые... Это, блин, белковые кеки, по-прому. Блин, страшно. Такой жрать, знаете, как в сказках или фильмах взять их. Блин, оно вкусное. Оно реально вкусное. Там реально, там, ну, видите, как взбитый сливок что-то, да? Прям вкусняшка. Я, короче, взял, я взял очередное бухлишко, оно 4 градуса. Я понятия не имею, что это такое. Вот, прямо. Я буду старая пить. О, это какая-то дрянь. Понюхай. Интересно. Блин. Мы когда-нибудь пили зеленый чай с алкоголем? Без сахара! Ну, пока это, пожалуй, необычно из-за того, что я брал. Черт меня дерл, ладить придется допивать. Валя, может, ты... Нет. Ты плавал. Блин. Да это пи***. Ты знаешь, это для алкоголиков. Да и те, кто хочет бросить пить. Гоечник останавливает, что пьете? Чай. Чай. Ладно, господа. На завтрашний день у нас планы такие, что мы поедем на Цукубу. На наш легендарный, наверное, самый легендарный и самый известный для поклонников бест-мотерин гоночный трек. Так что, на завтра. Ты можешь, скажешь, пока? Пока. Пока. В следующей серии Dream Road Япония мы отправимся на Цукубу, а также побываем в гигантском торговом центре Мега-уэб на Адаеве с музеем исторических автомобилей и выставочным залом Toyota, а также посетим самый известный автолюбителем «Токийский зал игровых автоматов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мега-уэб на Адаеву субтитров А.Семкин» możemy→ субтитры сделать aquestyl while 116 ». Корректор А.Егорова сначала второй 쪽